Противотуберкулёзный диспансер – учреждение, в которое без надобности и симптомов люди попадают крайне редко. Неделя лёгочного здоровья – один из поводов его посетить. А главное – удостовериться, что никаких проблем в этой части нет. Главный врач севастопольского противотуберкулёзного диспансера рассказал, почему важно проверять органы дыхания регулярно. Туберкулёз – такое заболевание, при котором развитие происходит очень, скажем так, планомерно, без каких-либо выраженной симптоматики. И инкубационный период, как таковой, имеющийся при многих заболеваниях, он отсутствует. Человек может инфицироваться в глубоком детстве, заболеть в глубокой старости или не заболеть вообще. Тогда, когда появляется уже клиническая симптоматика, как правило, имеет место распространённый процесс с деструкцией, то есть с разрушением лёгочной ткани либо других органов. Каждый желающий может до конца недели получить консультацию детского и взрослого афтезиатра. Пройти рентгенографию – дети смогут пройти диаскин-тест. Результаты обычно таких недель приводят к тому, что выявляется не только туберкулёз, что самое важное, выявляются и другие заболевания органов дыхания, в том числе и онкологические процессы, какие-то наследственные заболевания органов дыхания, пневмонии. То есть выявляется различная патология, которую уже потом эти пациенты дообследуются, либо в нашем учреждении, если это наших смежных специалистов, то есть, например, онкологического диспансера, соответственно, направляются в профильные службы. Сейчас в Севастополе ситуация с частотой встречаемости туберкулёза стабильная. По словам Андрея Вербицкого, по итогам 2022 года в нашем городе уровень заболеваемости – 32 случая на 100 тысяч населения, что ниже академического порога. К тому же в последние годы оснащение тубдиспансера значительно изменилось. Сейчас в рентгенотделении мечтают ещё об одном рентгеновском аппарате. Его хотят установить в детском отделении, чтобы развести поток пациентов по возрастным группам. Акция «Неделя лёгочного здоровья» приурочена ко Всемирному дню борьбы против туберкулёза. Она продлится до 24 марта. Направление и предварительная запись не требуются.